Столько, сколько существует севастопольское телевидение, а пошел уже 21 год, наши съемочные группы регулярно обращаются к судьбе глубоководной обитаемой лаборатории БЕНТОС-300. Это гордость советской гидронавтики и одновременно предмет зависти законодателей мировой моды в гидронавтике Жак Ивкусто мечтал о вот таком аппарате. Сегодня этот аппарат в Севастопольской бухте, но судьба его пока не совсем определена. В студии у нас председатель клуба гидронавтов и водолазов БЕНТОС Евгений Виноградов, инициатор проекта воссоздания музея на базе БЕНТОС. Итак, предыстория БЕНТОСа, когда он был введен в строй и когда вам довелось на нем походить в качестве командира. БЕНТОС пришел к нам из Санкт-Петербурга в далеком 75-м году. С 77-го года, я уже работаю на этом БЕНТОСе. У него была знаменательная судьба. Он проработал более 5000 часов под водой, погружался на глубины до 300 метров. Ну, в общем-то, работал только на Черном море и выполнял самые разнообразные задачи, касаемые и геологии, и Министерства рыбной промышленности, науки, естественно. Работали, ну, в общем-то, по разным договорам. Ну, в настоящий момент, с началом, так сказать, перестроечных лет БЕНТОС был брошен на произвол судьбы. И в 2000 году, по определенным обстоятельствам, в общем-то, БЕНТОС был затоплен. В 2004 году усилиями морского клуба БЕНТОС и его хозяев, в общем-то, Ковалева, при помощи водолазной компании Крым-Марина-Сербис он был поднят и предстался, конечно, в полочебном виде перед нами. С этих пор мы, в общем-то, морской клуб БЕНТОС и те, кто желает к этому прикоснуться, занимаемся этой проблемой, в общем-то. Хотим сделать на память потомкам, в общем-то, музей из нашего БЕНТОСа. Вот. И как отметил наш, в общем-то, тоже человек, который находится в нашей группе инициативной, Стефановский, что Балаклава имеет очень замечательный имидж, имидж города подводников. И мы считаем, что БЕНТОС является той изъеминкой, которая могла бы этот имидж восполнить. Потому что то, что происходит сейчас, как она развивается, Балаклава, ну, мы видим там и место и для БЕНТОСа. Родина Эпрона, безусловно, должна принять этот подводный объект, лабораторию. Где ее в Балаклаве можно разместить? Я так думаю, что, как прорабатывал Стефановский, есть изобаты, позволяющие встать напротив кинотеатра Родины, где есть корень причала. Там как раз изобаты позволяют. И что я хочу сказать, что те предложения, которые мы выдвинули для БЕНТОСа во второй, как его жизни, это, прежде всего, его тактико-технические данные. Он имеет глубину осадки 6,5 метров. И человек, заходя на борт ПЛБ, естественно, оказывается под водой. У него есть 19 иллюминаторов. Это значит, человек может увидеть то, что происходит под водой, не погружаясь. Значит, если видимость воды будет составлять от 3 до 5 метров, это уже будет достаточно для того, чтобы, разложив бутафорию, компенсировать его статическую недостаток, то, что он не ходит. Владимир Владимирович Стефановский в качестве руководителя проектного института хорошо знает акваторию Балаклавы, Севастополя. Я понимаю так, что у корня причала Министерства обороны возле кинотеатра Родины на восточном берегу Балаклавской бухты есть возможность установить БЕНТОС. БЕНТОС – это приблизительно там, где стоял понтон въезда на док. Да, так точно. Но если вы говорите о алюминаторах и то, что люди будут смотреть на обитателей моря, на чего нужно от берега немножко удалить, хотя бы на те же 5 метров. Дело в том, что БЕНТОС имеет длину 30 метров. Это значит, что он уже сам его корпус удалит от корпуса. БЕНТОС, конечно, это музей под открытым небом, но БЕНТОС не только объект музейный, он является корпусом, в котором можно разместить какие-то другие экспонаты. Безусловно. Значит, кроме иллюминаторов, естественно, мы обращались к кинематографам Крыма. Они предложили такой вариант, что в аккумуляторной яме можно расположить и бутафорию батискафа. При помощи мультимедийных систем показывать погружение в любой точке земного шара. Кроме того, там есть место в научном отсеке, где можно расположить и макеты других подводных аппаратов, рассказать об истории гидронавтики. То есть это будет такой своеобразный музей гидронавтики. Хочу добавить, что на одной из выставок «Новое время», которую организовывал Куликов при помощи нашего бывшего капитана Цибрика, мы выставили макет и представили нашу идею. Идею создания музея гидронавтики. Должен сказать, что мы в своей номинации завоевали грамоту и серебряную медаль. То есть идея имеет место быть, она завораживает своей привлекательностью. И результат не разочаровал. К нам на этой же выставке подошли представители НПО «Архимед», это Москва, и предложили такую идею, что на борту «Бентеса» расположить постоянно действующую выставку новых технологий. Это значит, что там может быть и энергосберегающие технологии, и всякие другие технологии, которым человек спускаешь туда, знакомится не только как к истории гидронавтики, но и он погружается в мир нового. Что еще хотят сказать? Входя в состав экологических организаций, мне пришла такая мысль, а нельзя ли там сделать постоянный мониторинг воды в бухте? Ну это, так сказать. И таким образом лаборатория не потеряет своего первоначального смысла, даже стоя на одном месте. Ну, к сожалению, наверное, не во все времена года, не каждый день посетители этого музея смогут увидеть прозрачную воду и счастливых обитателей этой Балаклавской бухты. Тем не менее, какие переписки, в чьи адреса сегодня направлены письма? Потому что я понимаю, силами одного клуба «Бентеса», силами только севастопольских энтузиастов, едва ли можно осилить такой проект. Безусловно. С мертвой точки вопрос помогли сдвинуть союз ветеранов атомного подводного флота. Это люди определенного склада первых характера. Их воинская подтяжка, закалка, да. Их связи, их пробивная сила помогли сдвинуть дело с места. Люди поехали и в Северодвинск на Севмаш, поехали и в Санкт-Петербург на Адмиротецкое объединение ранее. И, в общем-то, встретились с председателем ассоциации судостроителей Санкт-Петербурга, Александровым, который на совещании взял свою инициативу в свои руки и сказал, что «Бентес» — это их детище, и они придадут этому максимально возможные действия совершат. Хочу остановиться на инициативной группе. В инициативную группу входят офицеры, бывшие офицеры подводного флота, гидронавты, Стефановские морское собрание и ассоциация «Санкт-Петербург-Севастополь», только созданная в лице Гадалина. И самое значимое место в этой группе принадлежит ассоциации судостроителей Ленинграда, потому что они сейчас как бы задают музыку, задают тон продолжению нашему действию. Давайте еще раз покажем лабораторию. Так она вот выглядела приблизительно. И она была в 75-м году, в 75-м, 77-м годах. И хочу зачитать. «Летучий голландец будоражит нашу память, вселяет надежду, укрепляет веру и придает упорство. Не дает смириться с обстоятельствами, он зовет к достижению мечты. И появляется тогда, когда беда кажется неотвратимой». В принципе, эти строки очень-очень подходят… В качестве эпиграфа. Да, в качестве эпиграфа к будущему фильму. Мы написали письмо в Управление кинематографии Украины и получили, в общем-то, хороший отзыв и поддержку для будущего фильма. Ну, это в будущем. Спасибо за участие в нашей программе. Надеемся, что в ближайшее время мы уже сможем показать какие-то реальные подвижки. Не только плачевное состояние Бендерса, но и ту работу, которая проделывается…